Как задать книге вопрос и получить ответ? Иногда, в сложившейся жизненной ситуации, нужно получить совет. Но обстоятельства, складываются так. Что посоветоваться с друзьями и близкими нет времени, или их нет с вами рядом. Посоветоваться с другими людьми невозможно, если вам не хочется раскрывать перед ними свою информацию. Или вы не доверяете мнению этих людей. Во многих социальных группах России XIX века применяли следующий метод. Раскрывали Библию и читали оттуда первый попавшийся стих. Который отвечал на заданный вопрос. Этот метод ответов нельзя называть гаданием. Он работает на внутренних ресурсах человека. Ученые и психологи доказали, что обычно ответ на вопрос у человека уже есть. Но человек, по какой-то причине, не может его осознать, словно он потерял какую-то вещь, куда-то положил ее, и не может найти. Это мучительное состояние поиска, знакомое каждому человеку. Это состояние поиска возникает, когда человек ищет ответ на свой важный, внутренний вопрос. Этот ответ уже есть, но ему нужно его найти. В этом случае, есть простой метод, который может помочь найти ответ на поставленный вопрос. Для этого нужна обычная книга, но не любая книга. Эта книга, должна, общаться, с вами на одном языке. На одной энергетической волне, например, вряд ли книга по разведению кактусов, а вы далеки от селекции, будет содержать нужный вам ответ. То есть, книга, которая далека от вас по своему содержанию. Не будет содержать ответ на ваш вопрос, это как будто бы иная система знаков. Систему знаков исследует наука, семиотика, свойства знаков и знаковых систем. Коммуникативные системы и знаки в процессе общения. Если человек, возьмет чуждую ему книгу, для ответа на свой вопрос, это все равно, что спросить иностранца и выслушать ответ на языке. Который спрашивающий не знает, поэтому, если взять книги с фантастикой или романами, которые вы не читаете, а мысли и философские конструкции авторов от вас далеки, вы не найдете, для себя. В этих книгах правильный ответ. Возьмите ту книгу, которая вам близка, пусть она будет вашей любимой книгой, у вас с ней должна быть мощная духовно-эмоциональная и образно-символическая связь. Эта книга должна быть в вашем контексте на «вашем языке». Затем, нужно раскрыть эту книгу, можно заранее про себя называть номер страницы и абзаца, прочитать фразу, которая будет связанной и будет содержать в себе законченную мысль. Это должно быть полное утвердительное предложение, в этом случае, вы прочитаете ответ на свой вопрос. Обычно, так это и бывает. В этом нет никакой мистики, это закон неосознанных совпадений, изучение которых проводил Карл Густав Юнг и физик Вальфгангом Паули, в работе «Синхроничность» или «Принцип случайной связи». Интерпретация природы и души были изложили взгляды на это явление. Это открытие было признано научной общественностью. Эффект синхронизма срабатывает, когда человек ищет ответ в той системе координат, которая связана с ним. Попробуйте провести этот опыт в трудный для вас момент, можно просто раскрыть книгу или внутренне загадать цифру. И открыть на загаданной странице. Прочитайте то, что попалось вам на глаза, связанное предложение. Это удивительно, но иногда в книге открываются удивительные ответы. Как будто какой-то мудрый учитель, отвечает вам на ваше послание, вопрос. Главное в этом методе, чтобы ваш вопрос был четко сформулирован, чтобы это было не желание. Не жажда что-то получить или кому-то навредить, а конкретный вопрос, на сложившиеся жизненные обстоятельства. Например, можно поинтересоваться, что делать в такой или иной ситуации. Надо ли решительно вступать в конфликт или лучше отойти и подождать, почему человек выходит из отношений, есть ли, действительно, проблема между партнерами. Используя любимую книгу, которая близка вам, вы можете прочитать ответ на свой вопрос, но в ответе, что очень важно, подключается ваше личное образное мышление, ваша способность понимать метафоры. Хотя иногда, ответы бывают настолько прямыми и четкими, что вы просто удивитесь. Обычно, хороший писатель, получает значительную информацию из информационного поля, ноосферы, многие прогнозируют будущее и так далее. Когда развитие сюжета и образы героев книги, вам близки. В трудную минуту книга окажет вам поддержку и ответит на ваши вопросы. Если вы стали получать законченные и внятные ответы, на свои, четко сформулированные вопросы. Постарайтесь не злоупотреблять этим способом, рассчитывайте, все равно, на свой интеллект. Не превращайте данный метод в культ гадания и читайте больше хороших книг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok